И в завершении выпуска традиционный обзор главной городской газеты, о чем расскажут журналисты печатного издания, узнаете прямо сейчас. Специалисты рассмотрели 13 протоколов, составленных на руководителей коммунальных организаций. Вместе с контролерами работали журналисты Вечерки. В Мурманской области могут появиться завод по производству пластиковых изделий, а также стеклодувная фабрика. Сырьем для новых промышленных предприятий послужат бытовые отходы, которые с 1 января начали собирать по новой схеме. Об этих и других планах по переработке мусора рассказывает Вечерний Мурманск. Новый сезон Брейнринга стартовал на НТВ 12 января. В нем участвуют команды из 35 городов и 12 стран. Честь Мурманска отстаивают Норманы – самая титулованная заполярная команда. И в субботу, 26 января, наших знатоков покажут по телевизору. Все подробности выяснили журналисты Вечернего Мурманска.